Доброе утро! Вы не поверите, но сегодня уже пятница, хотя рабочая суббота немного портит позитивный настрой по этому поводу. Но не стоит отчаиваться, вспомните, что впереди три выходных дня и самое главное, любимый многими преднестровцами праздник 9 мая День Победы. Сегодня мы с вами вместе побываем на ферме с кроликами, модернизируем велосипед, подскажем когда и где пройдет выставка мотоциклов. Расскажем о том, чем математика помогает музыкантам и когда пройдет первый в Приднестровье йога-марафон. И это только талика того, что мы вам сегодня покажем. Кстати, талика это наше сегодняшнее ударение дня. Именно так верно ставить ударение в этом слове, не талика, как многие привыкли. Говорим по-русски правильно и просыпаемся вместе с программой «Утренний эфир». Вы лучше соображаете на голодный желудок? Тогда вас обрадует новость о том, что гормон желудочно-кишечного тракта, который стимулирует аппетит, также активирует рост новых клеток мозга и защищает их от последствий старения. То есть голод защищает мозг от старости. Когда впервые обнаружили так называемый грелин, его назвали гормоном голода. Он вырабатывается в пустом желудке и всякий раз, когда мы проводим несколько часов без пищи, уровень грелина в нашей крови поднимается. Практикующие умеренное питание люди также сообщают, что их умственные способности улучшаются от такой практики. Несмотря на это, существует ряд исследований, утверждающих обратное. Вот мой мозг явно против этой системы работает. Я когда голодный, наоборот, ничего не соображаю. Так что голодание не для меня, поэтому и похудеть мне не удастся никогда, наверное. Ну почему никогда? Можешь есть, сколько тебе захочется, главное, что ты ешь. Ну и спорт не помешает. Пока ты раздумываешь над информацией, я предлагаю нашим телезрителям посмотреть мимишный сюжет. Многие семьи, чтобы порадовать своего ребенка, заводят необычное животное от декоративного кролика. Кстати, этот вид был выведен специально для того, чтобы держать их в домашних условиях. О том, как правильно выбрать и ухаживать за ним, расскажем прямо сейчас. Да, малыш? Для начала стоит отметить, что существует несколько видов пород декоративных крольчак. Веслоухи со стандартными ушками и карликовые зайцеподобные. Умиляют своей красотой ушастые с длинной шерстью. Но вы должны помнить, что таких малышей придется расчесывать по несколько раз в день. А вот короткошерстные, менее прихотливые в уходе. В этой парканской семье проживают в основном декоративные львиноголовые кролики. Пять лет назад мы решили приобрести кролика. Мне на день рождения подарил брат кролика. После этого была девочка. После этого мы решили завести еще мальчика. И потом у нас родились маленькие крыльчата. Самое главное, вы приобретаете сначала клетку, а потом уже кролика. Клетка должна быть большой. С учетом того, что животное будет расти, двигаться, гулять в клетке, чтобы вы могли поместить туда домики, поилки, кормушки. Карликовый кролик переносит достаточно низкие температуры, до минус 20. А вот жару, душное помещение, прямые лучи солнца не подойдут вашему питомцу. Возможен солнечный удар. Кстати, вы можете самостоятельно помочь вашему кролику пережить аномальную жару. Для этого необходимо влажным полотенцем протирать постоянно ушки и носик. Желательно, чтобы клетка находилась в каком-то затемненном месте. Если вы в квартире, если дома тоже находите, где есть тень. Если жара, то можно поместить бутылку, наполненную холодной водой, можно даже со льдом на клетку. Многие порой не знают, чем кормить пушистого зверька. Специалисты рекомендуют сено, комбикорм, геркулес и другие виды каш. Также есть список запрещенных продуктов. В него входят крайне экзотические фрукты, хлебопулочные изделия, сладкая, кислая, а также растительная пища. Кролики чаще всего подвержены заболеваниям именно кишечным. Что-то не так, любая инфекция на них сразу проявляется. Поэтому нужно следить за тем, чтобы овощи, фрукты были вымыты, чтобы они были сухие. Кролик – животное по натуре робкое, потому в руках его нужно держать особенно крепко. Ведь если для кошки прыжок с высоты – это развлечение, то для декоративного крольчонка он может стать смертельным. Лично со своего опыта не советовала брать людям с детьми. Во-первых, дети, вы видите, что кролики, они очень боязненные, робкие животные. И для них любой стресс начинает болеть, чахнуть, увядать. Это очень плохо для них. Потому что дети, они обычно могут за уязвимые места дергать и за уши, и за шерсть. Естественно, кролику некомфортно. А многие… Был у нас такой случай, когда возвращали кролика, потому что обострялась аллергия у ребенка на шерсть. Еще не стоит забывать о прививках. Желательно ставить их раз в полгода, чтобы ваше декоративное чудо радовало всю семью много-много лет. Китайские ученые объявили о создании новой квантовой вычислительной машины КВМ, которая является первой в мире в своем роде. По информации агентства, созданная учеными из Китая квантовая вычислительная машина в разы превосходит нынешние компьютеры. К примеру, приводятся данные о том, что КВМ оказалась быстрее в 100 раз первого цифрового вычислителя общего назначения. Сообщается, что разработка ученых превосходит все современные классические компьютеры. Технический прогресс все движется вперед, а мы до сих пор верим гороскопам. Смотрим первую часть. Овин. День наделяет вас повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Телец. День склоняет вас к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют близнецам свести общение к минимуму, переключившись на повседневные дела. Раку не следует расслабляться. От его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Льву следует быть осторожным. Он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что если она действительно хочет добиться результата, ей стоит выбрать более гибкий подход. Экосферы Тиандэ – принципиально новый подход к стирке. Они заменяют не только порошок, но и кондиционер, обладают антибактериальным действием и, главное, безопасны для вашего здоровья. Ждем вас по адресу город Тирасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Уже в эту субботу бендерские байкеры организуют седьмой международный мотослет-парад. Если вас заинтересовала данная информация, тогда подробнее об этом расскажет наш гость, президент международного мото-клуба «Стальные сердца» Максим Баяндин. Доброе утро. Доброе утро. Максим, расскажите нам, пожалуйста, где, с какого времени начнется, как будет проходить этот мотослет? Начнется он уже сегодня вечером, первые гости уже приехали. Проходить он будет три дня, с сегодняшнего дня по воскресенье. Кульминация, конечно, будет в субботу, когда большая колонна мотоциклов выйдет на возложение по маршруту протяженностью 95 километров. С возложением с нами поедет ветеран Яков Иванович Фадеев. К чему приурочено и какая цель этого мероприятия общего? Ну, приурочено, она к 72-й годовщине победы вели советского народа в Великой Отечественной войне. В чем суть данного мероприятия? Ну, наверное, в патриотизме. В последнее время очень модно стало перекраивать историю, очень негативные отношения к георгиевским ленточкам, смотрю, у вас, а не у меня. Многие этого не понимают, но думаю, что мы, как люди некой субкультуры, являясь эталоном какого-то движения, должны тоже давать людям понимание того, что мы тоже патриоты своей родины, патриоты своей истории. Ну, кстати, у вас это очень ярко получается. Каждый год мы, конечно же, следим за этим. Стараемся, стараемся, честно стараемся, очень стараемся. Расскажите, как будет проходить это мероприятие, что можно будет увидеть? Ну, смотрите, мероприятие будет проходить в несколько этапов. Еще раз повторюсь, что кульминация самого мира всего слета будет, конечно, являться субботой, так как в субботу после завтрака мы покормим участников завтраком вкусненьким. И дальше в 10 часов колонна при сопровождении ГИИ ВДПМР стартует по маршруту из лагеря «Юность» на Кицканский плацдарм, дальше через мост в Тирасполь на площадь Героев, дальше в Днестровск на стелу Славы и потом обратно в Бендеры на площадь Героев. На всем протяжении с нами будет, еще раз повторюсь, ветеран Яков Иванович Фадеев. Дальше по приезду будет для ветеранов организована фронтовая кухня, такая как землянка, назовем ее так. В данном мероприятии в организационных вопросах с нами принимают участие еще и туристы приднестровские. И барды приднестровские подготовили песни фронтовых лет для ветеранов. Там также будут выступать ребята с конкурсной программы для ветеранов. Это часть, скажем так, мероприятия посвящена для ветеранов. Но также и для байкеров тоже будут конкурсы, фаер-шоу, салют, дискотека. Все будет именно, настроение будет праздничное. Максим, а вот скажите, сколько людей уже приглашены? Есть ли приглашенные какие-то гости? Нет, приглашенных, конечно, есть. Но если так по приглашениям, то разослано где-то более 150 приглашений. Но рассылаются не персонально людям, рассылаются клубам. А от клубов делегируют? С фото-движением, да. Они уже делегируют там уже. Или там, предположим, есть человек в городе, в Николаеве, неважно, в разных городах, в Кишиневе, который как бы как является организатором. Мы направляем ему приглашение, и он уже там дальше делает такую свою рассылочку. Плюс, соответственно, соцсети – это уникальная вещь, дающая возможность сообщения на сцене. А вот в клубе «Стальные сердца» сколько сейчас членов? Вообще или только в Приднестровье? А, даже так. Расскажите нам подробнее. Ну, дело в том, что представительство моего клуба есть еще в двух государствах – в Молдовии и на Украине. То есть в городе Героя Одессы и в городе Кишиневе. Ну, давайте поговорим о Приднестровском языке. Ну, в Приднестровье у нас сейчас 10 человек в клубе. 10. Девушки есть? Вот это риторический вопрос. Почему? Потому что часто задают вопрос. Могут ли женщины участвовать в байкерском движении? Чисто теоретически, конечно, могут, но в нашем клубе их нет. Не решились? Ну, не в том даже дело. Вы понимаете, дело в том, что движение, само мото-движение, оно сопряжено с некими трудностями. Это дальние поездки, это ночевки в палатках, ночевки где-то даже на обочине под мотоциклом в спальне. Часто так происходит? Очень часто. И не каждая девушка способна, скажем так, вытерпеть это вот все там… В общем, не родилась еще. Нет, некоторые трудности. Нет, почему? Есть, есть. Многих я знаю, и на Украине есть такие девочки, и в Молдове, и у нас даже в Приднестровье есть такие девочки, которые готовы и стремятся к этому. И это лестно на самом деле. Мы хотели бы услышать ваши пожелания для наших телезрителей и, возможно, приглашение. Во сколько, куда прийти? Ну, безвозможно. Приглашаем мы, конечно, всех, кто может к нам просто добраться до лагеря юности. Приезжайте все, кому это интересно, кто хотел бы просто проникнуться душой патриотизма. Все это будет происходить в лагере юности села Миринешты. Будет проходить вот уже в эти выходные, вот с сегодняшнего дня. Приезжайте. А пожелать? Пожелать, в первую очередь, наверное, здоровья. Ну, и самое главное, не забывать своих корней. Потому что, наверное, как говорится, без прошлого у нас не будет будущего. От себя лично и от лица своего клуба очень бы хотел поблагодарить госадминистрацию города Бендеры. Без них бы данное мероприятие просто бы не состоялось. Просто огромное человеческое спасибо всем в лице Романа Дмитриевича Иванченко. Это, конечно, спасибо. Максим, огромное спасибо за то, что пришли этим утром к нам, рассказали подробно о мероприятиях, которые ожидают с сегодняшнего дня до воскресенья. Я напоминаю, да, кстати. Ну, и напоследок хотели бы вручить вам подарок от наших парней. Спасибо большое. И от нашей дружной команды. Спасибо. Вас с праздником. Здоровья, самое главное. И, конечно, участие в парадах 9 мая. Это мы всегда, да. Спасибо. Огромное спасибо. А еще в Бендерах проходят тренировки, вечеринки по зумбо. Так что в наших конкурсах могут поучаствовать и бендерчане. Но эти распольчане, не опускайте руки. Зумбофитнес есть и в вашем городе. В общем, начинаем вместе активно готовиться к лету. Чтобы выиграть сертификат на посещение зумбы, вам необходимо зайти в нашу группу ВКонтакте и сделать репост данного розыгрыша. Таким образом, первый шаг на пути к рельефному телу вы уже сделаете. А можно приобрести велосипед. Это тоже большой плюс для вашей фигуры. А если у вас уже таково имеется, тогда предлагаем его модернизировать. Пока топливо дорожает, а последний апрельский снег уже растаял, предлагаем дружно пересесть на велосипеды. И тут многие воскликнут. Велосипеды, это же так неудобно. А вот и нет. Сегодня светлые умы человечества уже придумали массу полезных изобретений, чтобы сделать поездку на велосипеде комфортней и безопасней. Для тех, кому в тягость крутить педали, существует специальное устройство, которое превратит ваш велосипед из механического в электрический. Приспособление оборудовано небольшим мотором на 250 ватт. Разработчики утверждают, что на полном заряде аккумулятора вы проедете около 40 километров с максимальной скоростью 25 километров в час. Велосипед довольно старое изобретение, но его совершенствование идет до сих пор, и уже существуют бортовые компьютеры для двухколесного транспорта, при помощи которого можно не только ориентироваться в незнакомом городе, но и регистрировать ваши результаты поездки, время, количество пройденных километров и результат сожженных калорий. Велосипед – это экологично, мобильно и полезно для здоровья. Но многие считают этот транспорт не совсем безопасным, особенно в ночное время. Чтобы развеять этот миф, мы встретились с Иваном. Он сам своими руками модернизировал железного друга, установив на нем систему поворотников и стоп-огней. Это электронная система, которая устанавливается непосредственно на велосипеде, для того, чтобы обеспечить безопасность велосипедиста, ну и для того, чтобы как бы на дороге его было видно. Меня ночью не только автомобили заметили, но заметили некоторые также велосипедисты в свою очередь. Ну и им понравилось, и как бы я с ними договорился, чтобы я им эту же систему устанавливал. Система непростая, и собрать ее с нуля довольно сложно. Но зато потом ни один водитель не потеряет вас из виду ночью. Когда ваш двухколесный транспорт усовершенствован, стоит подумать о его безопасности. И тут не обошлось без изобретений. Ваня, расскажи, что это такое? Это сигнализация. Она непосредственно устанавливается на велосипеде. Она издает звуковые сигналы, и эти звуковые сигналы достаточно мощные. То есть их услышать можно, и можно прийти и посмотреть, что с нашим железным конем. Установка такого нехитрого приспособления занимает совсем немного времени, и главное, ваш усовершенствованный велосипед будет под защитой. Салют в честь Дня Победы в Кишиневе организует компания, которая занималась фейерверком на закрытии Олимпиады в Сочи. По словам источника, салют будет принципиально отличаться от прошлогодних по всем параметрам. И визуально, и технически, и организационно, и по месту. В настоящее время все детали проекта находятся на стадии согласования. Известно только, что длиться он будет не менее 15 минут. И это абсолютный рекорд для Кишинева и Молдовы в целом. Такого мощного и длительного салюта в истории страны еще не было. Небо над Кишиневом загорится тысячами огней 7 мая в 21.00 на площади Великого национального собрания. Сразу же после грандиозного концерта с участием российских звезд эстрады. Группы Лю Бе и певца Александра Маршала. Думаю, кишиневцы, да и преднестровцы, которые побывают на праздновании, надолго запомнят этот грандиозный салют. А пока информация о том, чем сегодняшний день запомнился в истории. Сегодня у нас насыщенный на события день. 5 мая отмечается Всемирный день борьбы за права инвалидов. Именно сегодня, в 1992 году, в 17 странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Также сегодня профессиональный праздник людей, чьи заботливые руки помогают малышам появиться на свет. Международный день акушерки, который отмечают с 1987 года. Правда, официальный статус у даты появился только в 1992. В России сегодня будет полное погружение, так как отмечается день водолаза. Дате поспособствовал Александр III, который основал 5 мая 1882 года первую в мире водолазную школу в Кронштадте. В 1764 указом Екатерины II был основан Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге, который стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. 96 лет назад состоялась презентация самых известных духов за всю историю парфюмерии «Шанель номер 5». По легенде, составить знаменитый аромат «Коко Шанель» помог российский эмигрант Эрнест Бо. В итоге «Коко» смешала в одном флаконе 80 разных запахов, из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее ландыша по вкусу и присвоила получившемуся аромату свое имя и порядковый номер пробника. В Кишиневском цирке хотят отремонтировать большую арену, где последнее представление дали 13 лет назад. Уже сегодня здесь состоится большой концерт, и половину денег от продажи билетов отдадут на ремонт. В Большом зале Кишиневского цирка 2000 мест, больше, чем в Национальном дворце. В администрации цирка говорят, что зданию нужен капитальный ремонт. Министерство культуры между тем предлагает объединить цирк и Молдова концерт в одно государственное предприятие. Здание цирка получит статус памятника национального значения, и его нельзя будет снести или приватизировать. Пока же горожанам остается с ностальгией вспоминать, как они бывали в цирке. Построили Кишиневский цирк в 1982 году. Малую арену после ремонта открыли в 2014. Возможно, в скором времени и мы со своими детьми сможем отправиться в Кишиневский цирк и отлично провести выходные. А пока предложение для детского досуга от преднестровских организаторов мероприятий. Завтра маленьким терраспольчанам и гостям города предлагаем отправиться на обзорную экскурсию по столице. Мы посетим один из самых богатых парков или, можно сказать, даже садов нашего Приднестровья. То есть это ботанический наш сад. Что в нем можно увидеть? На что там нужно обратить внимание? Потому что сейчас весна и очень много цветущих растений. Мы посмотрим и серенгарий. Мы, конечно, увидим, как цвела сакура. Говорю, как цвела, потому что она уже цвела. Мы увидим великолепную японскую вишню цветущую. Мы увидим пион древовидный. То есть там потрясающая экскурсия, где рассказывают легенды, сказки о каждом растении. Ну и плюс ко всему, конечно же, дети уже начнут разбираться, а какие растения у нас растут в городе. Какие птицы у нас живут в городе. Вот для того, чтобы это закрепить, мы еще попадем в такой маленький, очень уютный музей. Музей, так и называется, музей природы, где дети увидят и лисичку, и сороку, и соечку, и даже живых черепах. Приглашаем детей и их родителей в театр. В предстоящие выходные традиционно сразу несколько спектаклей на выбор. 6 мая в 10.00 в Театре кукол со спектаклем «Кот в сапогах». А большая сцена в 11.00 будет открыта для спектакля «Три поросенка». 7 мая в Театре кукол спектакль по сказке Дженни Радари. Чиполи на начало в 10.00, а в 11 утра на большой сцене постановка «Жили-были». Также в воскресенье своих маленьких посетителей ждут в городском дворце культуры. Там в 14.00 в Большом зале начнется сольный концерт образцовывает ансамбля детской эстрадной песни «Каникулы» под названием «Весенний калейдоскоп». В этой концертной программе собраны лучшие произведения ансамбля. Прозвучит не только сольное исполнение юных участников коллектива, но и также ансамблевые массовые номера. Традиционно по воскресеньям в Культурно-досуговом центре «Мир» открыт киноклуб «Мультимания». Показ мультфильмов в 11.00. Следующее приглашение датировано 12 мая. Центр досуга молодежи «Юбилейный» приглашает на театрализованное представление для детей «Приключения незнайки». Данное представление пройдет в формате мюзикла и не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. По всем вопросам, по всем справкам можно обратиться на вахту по телефону 0 533 659 45. Если вы когда-либо задумывались о математике и загадке числа «Пи», то теперь предлагаем связать эту тайну с музыкой. Видео, которое мы сейчас вам покажем, не ново, но до сих пор очаровывает своим космическим настроением. Вся суть видео состоит в том, чтобы показать, что любая математическая последовательность, переложенная на ноты, может звучать очень красиво, если попадет в руки музыканта, уважающего математику. Так и поступим. Мы расскажем вам о математике и музыке или о музыке в математике. Для человека, который не знает ноты, не умеет играть на инструментах, музыка в целом – это творчество и импровизация. Но гармония и звуковая волна – это целая теоретическая часть музыкальной науки. Безусловно, музыка – это, конечно же, наука. И если не знать различные тонкости и премудрости музыкального языка, безусловно, у музыканта должен быть слух, чувство метро-ритма. Без этого никуда. Но, тем не менее, этот слух, это чувство ритма, оно развивается. И этому способствуют различные предметы. До, ре, ми, фа, соль, ля, си – все знают, что это ноты. Но мало кто задумывался над тем, что кроется за этими сочетаниями слогов. И почему их именно семь? Оказывается, что около тысячи лет назад монах по имени Квида из Италии решил помочь другим монахам при изучении песнопений и придумал фиксировать на нотном стане квадратиками ноты. При помощи этого способа можно было показать длительность каждой. Поначалу были трихордовые попевки, тетрахордовые попевки. Затем система в дальнейшем совершенствовалась, образовался так называемый гексохорд. То есть звукоряд, состоящий из шести нот. И эти шесть нот назывались по начальным слогам средневекового католического гимна. То есть ут, ре, ми, фа, солд и ла. Уже впоследствии добавили звук си и заменили неудобный слог ут на ноту до. Само название нот – это первые строки духовной песни гимна святого Иоанна, который является легендарным покровителем певцов. Еще в средневековье музыку изучали как науку о числах. Пифагорейцы говорили, что именно числа мы воспринимаем скорее посредством разума, чем посредством слуха. В теориях древних ученых сложно разобраться. Но удивительно, что в нашем современном мире есть много музыкантов, которые не знают нот. Поэтому говорить о том, что музыка – это математика, сложно. Главное, что она радует души людей или иногда заставляет задуматься о чем-то важном. В прошедшую субботу наш постоянный телезритель Виталий Сиротенко вышел на прогулку по центру столицы. В этот раз в объектив камеры на квадрокоптере попала главная площадь Тирасполя, набережная Днестра и, собственно, сама река. Эти кадры показывают, насколько красив Тирасполь после зимней спячки. А вот тому количеству зеленых насаждений, которыми мы можем гордиться, позавидует любой иностранец. Ко всему вышеувиденному стоит добавить лишь то, что теперь нужно следить за высокими температурами на улице и всегда быть готовым к летним изменениям погоды. Для этого у нас есть вам помощь Метеогид. Впереди ясный теплый день без каких-либо осадков. Ветер будет восточным и его скорость составит умеренные 6-9 метров в секунду. В северных районах республики столбики термометров ночью поднимутся до 8-10 положительных градусов, днем до 21-23 со знаком плюс. Ближе к столице ночью 9-11 выше нуля, а днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. На выходных во второй половине дня местами кратковременные дожди, температура воздуха меняться не будет. Субтитры предоставил DimaTorzok Кстати говоря, следующий сюжет, конечно же, уже очень скоро будет там, в интернете. Что интересно, в древности на Руси сарафаном называли исключительно мужскую одежду. Привет, меня зовут Александр Зиненко и сейчас я расскажу для чего на самом деле предназначалась пижама. Для некоторых из нас пижама это неформальный костюм для деловых встреч с подушкой. Для других это скафандр, в котором мы покоряем уютное околокроватное пространство. Для третьих это модный тренд и средство самовыражения на публике. Однако многим кутерье 20 века, в том числе и Коко Шанель, пришлось изрядно попотеть, чтобы доказать, что эта одежда заслуживает быть ежедневной компаньонкой наших снов. И что самое забавное, поначалу не взлюбили пижаму именно женщины. Если нырнуть поглубже в историю, то само название пижама, которую первыми стали носить в Южной и Средней Азии, в переводе с хинди означает «одежда для ног». То есть изначально пижамой называли только штаны, причем довольно причудливой формы. Они напоминали просторные колготы с закрытыми ступнями, так как должны были защищать от злобных термитов. Это уже позже, когда британцы колонизировали добрую часть планеты, пижама перекочевала в Англию и Америку, и к ней с легкой руки модельеров добавили легкий пиджак. Кстати, в Южной Африке пижаму до сих пор называют спальным костюмом. Помимо пиджака, в 20 веке американцы носили ночной колпак с длинным наконечником, который был также призван выполнять роль шарфа и одновременно согревать не только голову, но и горло. У ночного колпака была строго определенная длина, чтобы он не стал причиной удушения во сне. Но, как известно, огромной любви, как к самой пижаме, ему сыскать не удалось. Как видите, даже самая обычная пижама способна удивить. Стоит лишь узнать ее историю. Детская серия «Бэби Бамба» от компании «Тианде». Только натуральные компоненты, никаких красителей и парабенов. Бережный уход и надежная защита для самых маленьких. Ждем вас по адресу город Тирасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Для кого-то йога является лишь увлечением, для других это целая философия. В переводе с санскрита само слово означает «союз», «единение» и «слияние». Учению йоги уже более пяти тысяч лет, и за все это время ученые приходили к различным выводам, одним из которых является то, что во время занятий повышается настроение и снижается уровень тревоги. Ну а сейчас давайте поговорим о первом йога-марафоне, который пройдет скоро в нашей республике с руководителем Федерации йоги в Приднестровье Татьяной Рудковской. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, что такое йога для вас и как вы пришли к ней? Сегодня это образ жизни, в котором я нахожусь уже 15 лет, тренируя хатха-йогу в нашей республике. Ну, до 2000 года я ничего не знала о хатха-йоге. Однажды Господь меня свел с моим любимым мужем Рудковским Игорем Владимировичем. Он занимается УШУ, президент Ассоциации УШУ в Приднестровье, а также преподаватель йоги. И мой любимый муж открыл вселенную. Он мне рассказал о правильном питании, научил практики хатха-йоги. Он мой первый учитель, и дальше уже я развивалась сама. Благодарю тебя, дорогой мой муж. Расскажите нам, пожалуйста, теперь немножко подробнее о вот самом йога-марафоне. Когда он пройдет и как это будет происходить? 7 мая 2017 года впервые в нашей республике пройдет йога-марафон. Я пригласила в нашу республику известнейших учителей йоги Украины, Молдовы, а также свои уроки покажут учителя нашей республики. И начиная с 9 утра до 7 вечера, каждый час-полтора, учителя будут показывать свои мастер-классы. Такой опыт мы впервые проведем в нашей республике. И я очень рада, что у нас все сложится, и к нам приедут такие сильные учителя йоги. Где это будет происходить самое главное? Друзья, это будет происходить 7 мая на Зеленом рынке, спортзал на втором этаже. Я приглашаю вас всех с удовольствием принять участие в нашем йога-марафоне. Вот принять участие, кстати, может абсолютно любой человек, даже тот, кто никогда не занимался йогой. Да, чем хорош йога-марафон? Разные учителя будут представлять разные стили йоги. Ведь хатха-йога есть, это когда ты работаешь с собственным телом, это асаны, это пранаямы, это глубокая работа на физическом, ментальном уровне, душевном. Кундалини-йога, это когда ты больше погружаешься в ощущения себя, это уже душевный настрой. То есть есть совершенно разные направления йоги, и любой человек может найти то, что интересно именно ему, и прийти. А когда наступают первые результаты? Когда приходят первые результаты после начала занятия? После первой же практики. Человек меняется сразу, и я это наблюдаю уже много лет. То есть мы начинаем занятия, нужно правильно выстроить асаны, сказать, где делать вдох, где делать выдох, и в конце тренировки это совсем другой человек. Расскажите нам, пожалуйста, вот люди, которые могут прийти 7-го числа на этот йога-марафон. Что нужно с собой принести, может быть, и как нужно быть одетой? Ну, поскольку это может сделать любой желающий, просто нужна спортивная форма. Ну, нам пришлось сделать платным йога-марафон, потому что учителя с Украины, они очень известны, ну, простите, гонорары. 250 рублей вход стоит с 9 утра до 7 вечера. Вы можете прийти в любой момент. Лучше взять с собой йога-мат, хотя мы предоставим все в зале. Ваши намерения, ваши желания, и, пожалуйста, занимайтесь. Скажите, пожалуйста, еще, будет ли какое-то продолжение этого марафона, или на этом вы остановитесь? В течение года я всегда провожу различные мероприятия в республике, связанные с хатха-йогой. Будет день йоги, я так планирую. И когда? Посмотрим, потому что все лето расписано. Я еду уже с июня в Киев на семинар преподавать, потом в Питер преподавать, на Украину преподавать, свои семинары на море провожу. И я думаю, что где-то мы сделаем еще один йога-марафон, постараюсь, чтобы это уже было бесплатно для большего количества людей. Спасибо большое, Татьяна, что нашли время этим утром, пришли к нам в студию, рассказали о первом йога-марафоне, который пройдет в Приднестровье. И хотелось бы услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, помните, что каждый ваш день – это новая страничка в вашей жизни. Старайтесь меняться, познавать что-то новое, занимайтесь каждый день собой, познавайте мир себя и мир внутри себя. Вам на может. За чудесные слова с вашей стороны к нам и, собственно, к телезрителям, за то, что раскрыли некоторые секреты 7 мая. Мы благодарим вас и хотим напоследок вручить вот такой вот презентик от наших партнеров. Спасибо. Спасибо, спасибо. И от нашей передачи. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы, благодарю вас. Спасибо. Спасибо, спасибо. Военную технику в рамках праздничной выставки можно будет увидеть в 17.00. Она расположится в центре за памятником имени Суворова. С 18.00 до 19.00 на площади будет вестись трансляция аудиоверсии концерта «Письма Победы». Затем в 19.00 пройдет бал Победный май. Выступит оркестр главного штаба вооруженных сил Министерства обороны ПМР. Позже праздничный концерт начнется в 19.40. Завершить череду мероприятий этого дня «Салют» начало в 21.00. Куда еще сходить в ближайшие дни, подскажет Мария Пантази. Праздник Победы начнут отмечать уже завтра. В честь этого большого события в Государственном театре премьера. Нынешняя постановка – продолжение литературного спектакля «С чего начинается Родина» в основе произведения российских авторов. Самый главный день в постановке и инсценировке Аллы Васильевны Дарьяну Равло. Спектакль пройдет 6 и 7 мая в 17.00 в Большом зале нашего театра. 6 мая в 13.00 всех желающих ждут в Культурно-досуговом центре «Мир». Состоится «Землянка», где выступят творческие коллективы Культурно-досугового центра «Мир», а также ансамбль казачьей песни «Станица». Кроме того, завтра в сквере Дома народных традиций и ремесел в 3 часа дня начнется концертная программа «Мир на земле вашим подвигом создан». На концерте прозвучат песни различной тематики. Это и военные песни, это и эстрадные песни, также будут продемонстрированы веселые танцы. На 7 мая запланировано сразу несколько экскурсий. Одна из них предполагает поездку в город Умань, в знаменитый Софиевский парк, который считается одним из крупнейших и красивейших на территории Украины. А другая поездка связана с музыкальным искусством. Для тех, кто любит классическую музыку, для тех, кто любит творчество Евгения Доги, приглашаем посетить гала-концерт. Евгению Доги исполняется 80 лет. Теперь еще несколько слов о том, как мы будем встречать 9 мая в этом году. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы. Вот некоторые из них. 9 мая в сквере РКВЦ «Тирасполь» состоится выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, народного кружка самоцветы, а также образцового кружка вязания и поделок «Волшебный клубок». Выставка называется «Победный май». В 12 часов на сценической площадке у кинотеатра «Тирасполь» пройдет большой концерт творческих коллективов городского дворца культуры под названием «Победа остается молодой». В этом мероприятии будут собраны лучшие концертные номера наших коллективов, как патриотической направленности, так и эстрадного направления. В 17.30 состоится концерт «Победа остается молодой», который будет проходить в сквере Культурно-досугого центра «Мир». Мы приглашаем всех абсолютно жителей и гостей нашего города. Концерт будет бесплатным. На нем примут участие лучшие коллективы Культурно-досугого центра «Мир», а также приглашенные гости. 11 мая в Большом зале Дворца Республики пройдет большой концерт лауреатов 15-го конкурса имени Петра Ильича Чайковского. «Нас ожидает встреча с виртуозными музыкантами. Это Павел Милюков, скрипка, и Сергей Редькин, фортепиано. Вход свободный, и каждый желающий может получить пригласительный билет на этот концерт в кассе Дворца Республики». На 12 мая сразу несколько событий. Два концерта. Один из них пройдет в Кишиневе. Для тех, кто любит красивые, грациозные фигуры, темпераментную музыку тропикана, мы приглашаем вас на концерт, потому что в Кишинев приезжают российские звезды и будут показывать тропикана. Еще один концерт состоится уже у нас во Дворце Республики в Малом Зале. Свою программу представит гитарист Евгений Фелькенштейн. Евгений Фелькенштейн является лауреатом огромного количества международных конкурсов. Его творческая биография очень богата. Он выступал только в прошлом году более чем в 17 странах мира. Евгений Фелькенштейн уже посещал город Тирасполь два года назад. И все, кто побывали на его концерте, остались в исключительно восторженном настроении. 12 мая Евгений Фелькенштейн предлагает нашим посетителям замечательный концерт, который называется «Шедевры итальянской, немецкой и русской классической музыки». Нужно сказать, что все произведения произвучат в исполнении Евгения Фелькенштейна. Это гитара. На очереди у нас снова конкурс. На этот раз от наших партнеров «Автобани». Если хотите искупать свой автомобиль совершенно бесплатно, тогда скорее отправляйтесь на нашу официальную группу в «Одноклассниках». Там ищите данные розыгрыша и отвечайте оригинально на наш вопрос. От какой еды вы не сможете отказаться никогда и почему? Не забудьте сделать репост розыгрыша и поставить класс. Только так вы сможете принять участие в конкурсе. А мы пока предлагаем вам послушать вторую часть гороскопа. У весов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет вас равновесие, мысли и чувств, благодаря чему весы будут отлично ладить с окружающими. Гороскоп дает Скорпиону шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть, логические размышления самого Скорпиона. Стрелец будет настолько погружен в свои мысли, что вынурнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко. Звезды гороскопа советуют Козерогу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы освободить в своей жизни место для нового. Не исключено, что в каком-то вопросе водолей захочет докопаться до истины. В этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя. Рыбам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги. Есть вероятность ошибиться. Возможно, у вас мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверная. Пора прощаться. Мы желаем вам хороших выходных, но напоминаем, что завтра у многих рабочий день. Так что отдыхать начнем с воскресенья. Не забудьте 9 мая прийти на парад, поучаствовать в бессмертном полку, заглянуть на концерт, погулять по Парку Победы. В общем, строим грандиозные планы. Напоминаем, что сегодня мы отметили ударение в слове «толика». Именно так, не «толика». Солнечной погодой, ярких эмоций, добра и счастья. Встретимся 10 мая. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok